Здравствуйте, я Тимур Сержанов. Поддержка бизнеса в Казахстане. Такова тема сегодняшнего нашего выпуска. В гостях у меня представитель Президиума Национальной Палаты предпринимателей Атамикен Раймбек Ангарович Баталов. Здравствуйте, рад новой встрече. Добрый день. Собственно, первый вопрос. Если мы говорим о поддержке бизнеса, что можно считать поддержкой? На какую поддержку должен ориентироваться и рассчитывать бизнес? Мы считаем, что то, что каждый день необходимо бизнесу, это несколько вопросов. Первый вопрос защиты бизнеса. К сожалению, бизнес с этим сталкивается ежедневно. Есть какие-то вопросы, связанные с административными, где-то нарушениями, в целом вопросами. И кому, как говорится, не повезло с вопросами, связанными с уголовного характера. И это такой достаточно важный, серьезный блок вопроса. Второй блок вопроса, безусловно, финансирование. То есть мы все хотим, понятно, подешевле деньги, подлиннее деньги, да, там, ну и с меньшими обязательствами. Ну и третий блок вопросов, это вопрос, связанный с развитием конкретных отраслей. Потому что предприниматель, он работает в каком-то виде деятельности. Для нас очень важно, чтобы то, что формируется в правительстве, то, что формируется государственными органами с точки зрения развития отраслей, сокращения административных барьеров и все, что с этим связано, мер поддержки, финансовых, не финансовых. Вот это, от этого зависит, вот, по сути, с меньшими мы идем потерями, быстрее мы идем, становимся ли мы более устойчивы как бизнес или нет. Вот это вот, я считаю, такие крайне важные направления. Ну и, безусловно, есть, там, часть из них касается горизонтально. Как защита бизнеса, это не только вопрос, вот, сегодня помочь, но это вопрос обобщать практику, да, и дальше это передавать уже вопросы правовой, судебной реформы. Это немаловажно. И отдельным блоком у нас стоит, например, вопрос, связанный с налоговой реформой. Вы знаете, буквально 19 мая у нас с главой государства было, я считаю, очень, ну, очень важное совещание. Оно, можно сказать, ну, не так прям громко историческое, но оно, вот, с точки зрения проблем, которые обозначал бизнес и которые обозначал глава государства, это, в первую очередь, вопросы, связанные с защитой бизнеса, как мы говорили, правовая судебная реформа, где был конкретный месседж правоохранительным органам, перестаньте нести репрессивный характер. Но это, понятно, улица с двухсторонним движением, потому что мы понимаем, что и со стороны бизнеса есть, как говорится, да, там, причины, по которым, так сказать, задаются вопросы. Вот. Отдельный, отдельный, второй момент был связан с налоговой реформой. И налоговая реформа, это, в первую очередь, вопрос налогового администрирования, с чем мы каждый день сталкиваемся, да. Вопросы, связанные, в первую очередь, с теми статьями в налоговом кодексе, которые, очевидно, мы понимаем, что они требуют изменений. И в этой связи нас очень серьезно поддержала партия Аманат и правительство, да. И мы считаем, что это важный момент, потому что, если мы действительно вместе сможем прописать новый налоговый, это не новый налоговый кодекс, это улучшение налогового кодекса, улучшение администрирования. Понимаете, многие, мы уже несколько лет подряд говорим, там, переход на платформенную часть. Это очень важно, потому что вопрос администрирования без перехода на платформу, чтобы там все летало, а не там на бумажках это все выписывалось, это крайне важно. Поэтому мы эти вещи понимаем, в этом направлении работаем. В целом, вот вы сказали про безопасность, ну, разумеется, в условиях изменения безопасность бизнеса, предприимчивых людей и в целом компания очень важна, потому что, ну, когда, если не сейчас, да, два года пандемии, сегодняшняя ситуация. В чем сейчас выражается вот эта помощь бизнесу? То есть, почему, по каким вопросам бизнес может обращаться? Ну, смотрите, мы говорим следующее, у Палаты, понятно, мы не юридическое агентство. Абсолютно, да. Да, мы не адвокаты, да, но мы хотим создать вот эту экосистему, скажем так, да, мы хотим создать эту инфраструктуру помощи, чтобы бизнесу было легко, знаете, как навигация, легко ориентироваться. У тебя проблема по налогам, ты понимаешь, что ты заходишь на сайт Палаты или ты звонишь в колл-центр и тебе всегда подскажут, что обратитесь, вот, кто специализируется на этом. Мы говорим раз, два, три, четыре, пять, вот те, кто специализируется на этих вопросах. У нас есть отдельно центры поддержки предпринимательства, да, значит, и в каждом регионе, там, где, конечно, у малышей, микрошей нет возможности даже оплачивать, например, юридические услуги, мы их сопровождаем. Это вот очень важно. Но ключевой вопрос, вот, как сделать правильную навигацию, как сделать удобно для бизнеса, да, там, ну, там, не дай бог уголовный вопрос какой-то, да, мы сразу что начинаем? Звонить друзьям, родственникам, знакомым, есть у тебя знакомый адвокат, нет у тебя знакомый адвокат, да, там, и так далее. Здесь ты можешь зайти, еще раз подчеркиваю, на сайт, и ты точно получишь, что адвокаты вот по таким-таким-то вопросам, они такие-то, такие-то, вы можете туда обратиться. Мы тоже за это будем отвечать, потому что мы с этими адвокатами работаем. В каком смысле? Что сегодня у палаты есть очень хорошие площадки. Например, то, что глава государства поддержал 19 мая с Генеральной прокуратурой. Каждый квартал прокурор области с палатой встречается конкретные какие нарушения, там, процессуальные, там, и так далее. У нас есть возможность их прокурору области донести. Дальше потом это все обобщается прокурору, генеральному прокурору. Точно такая же ситуация с акимами. То есть есть конкретное поручение главы государства о том, что акимы, каждый, значит, ну, по защите бизнеса должны проводить системную работу. Мы здесь с акимами сейчас этот вопрос отрабатываем, время подойдет, встречаемся, показываем, что вот по налогам, по земле, там, по таким, есть такие-то нарушения. С нашей стороны мы считаем эти нарушения. Давайте берем на контроль, разбираемся. И самое главное, что мы дальше потом со всех регионов это обобщаем и уже работаем с правительством непосредственно, законодателями о том, что необходимо, какие изменения вносить. И там разного этого характера, в том числе, например, там, наша программа РЧЛ, да, то, что с чистого листа, те административные барьеры, которые есть. Вот буквально недавно с премьером этот вопрос обсуждался, как хорошенечко дал нагоняй, в том числе, по министерствам. Есть министерства, которые действительно очень хорошо отрабатывают этот вопрос. Мы не жалуемся, да, и у нас есть конструктивные, очень хорошие результаты. Мы сокращаем действительно вот адам барьеры, министерства и его служащие идут на встречу. Есть несколько, там, буквально некоторые министерства, которые, к сожалению, работают не так, как нам хотелось бы. То есть мы снаряды даем, но эти снаряды, к сожалению, в общем, не рассматриваются. И здесь у нас очень хороший диалог с правительством идет. Понятно, что это где-то мы качество материала не то даем, да, там, где-то госорган. Ну, то есть это нормальный процесс. Рабочий процесс. Это рабочий процесс. Но самое главное, что этот процесс есть. И сейчас премьер дал очень конкретно, да, там, все, через неделю проводим, а, через две недели проводим, определили число, будем смотреть конкретно по результатам, конкретно по статистике. Я вам скажу, что сразу ситуация кардинально поменялась. Ну, то есть вот такие рабочие моменты, они, безусловно, идут, и я считаю, что это очень хорошо. Ну, в целом, вот проблемы, скажем, если, собирая проблемы в регионе, в каком-то определенном, и обобщая их, как вы говорите, создавая практикообразующий прецедент, ну, не то, чтобы это здесь и сейчас решился этот вопрос, его ведь нужно решить на государственном уровне, на республиканском уровне. И как бы вы оценили вот эту готовность правительства к решению этих вопросов? Ну, я могу сказать, что со стороны премьер-министра, в целом, со стороны правительства, и это на контроле у главы государства, ну, полная открытость, и нам грех жаловаться на то, что у нас нет возможности общаться, да, там, и так далее. Конечно, нам бы хотелось бы совершенно другой динамики в части скорости принятия решений. Но и с другой стороны мы понимаем следующее, что нам со своей стороны качество предлагаемых решений, качество обоснований, да, там, по тем или иным проблемным вопросам, не просто ее обозначить, но и четко дать, во-первых, аргументы. Потому что, понимаете, ну, здесь очень важный момент. Мы как бизнес со своей стороны даем, государство, понятно, чиновник говорит, слушайте, ну, это не совсем так, да, там, вот, есть такие-то, такие-то нюансы. И это баланс, на самом деле, да, то есть это вот хорошо, когда у премьера есть два мнения со стороны своего госоргана или у правительства в целом и со стороны бизнеса. Вот это вот для нас крайне важно. И еще раз подчеркиваю, что динамика идет, встреча очень хорошая, нам бы хотелось бы, чтобы скорость принятия решения была другой, но мы надеемся, что это пройдет. Вот буквально сегодня у нас Совет Отечественных Предпринимателей, например, да, мы собираем бизнес, вот, где две темы обсуждаем, НЭП, но НЭП нам презентуют, мы получили материал и дальше сейчас, ну, свои предложения будем вносить, новая экономическая политика. Второй вопрос мы конкретно взяли отраслевой. И у нас по отраслевым вопросам уже часть вопросов мы решены, но немало вопросов, которые накопились. И нам важно, чтобы действительно у премьер-министра было, вот, как раз у правительства, у членов правительства было два мнения, да, вот, что здесь сделано, да, там, какое мы видим, видеть со стороны госоргана и со стороны бизнеса. Я абсолютно уверен, что вот такой институциональный подход, те вопросы, которые мы отрабатываем как палата с комитетами отраслевыми, с министерствами, с госорганами, там, и так далее, дальше у нас он идет, там, на уровень вице-премьера Жамалбаев, все проблемные вопросы. И это постоянная комиссия. И вот мы надеемся, что на совет отечественных предпринимателей мы уже будем выносить такие, знаете, стратегические вопросы, которые есть оперативного характера и которые есть такого уже характера, как отраслевые программы, там, сегодня мы рассмотрим, ну, там, то, что по железной дороге, по автомобильному транспорту, там, и так далее. Это, я считаю, что очень полезный и важный диалог. И еще раз подчеркиваю, это такой системный, институциональный подход. Вот это вот я считаю очень важно. Почему важно? Потому что тогда и бизнес будет верить. Да, действительно, есть возможность потратить самим время на то, чтобы подготовить аргументы, подготовить предложения и быть услышанным. Вопросы решаются. Вопросы решаются. Они, площадки есть. И я считаю, что у нас здесь очень конструктивно с правительством. Еще раз хочу сказать, конечно, нам хотелось бы, чтобы они быстрее решались. Но мы над этим вместе работаем. Ну, вот, в том числе, благодаря нашей программе, по-моему, это такой месседж, да? Ну, поправьте меня, если я ошибаюсь, решаются две задачи. Два крыла одной птицы. С одной стороны, это злободневные сегодняшние вопросы, ну, и второй момент, это стратегические вопросы, которые, ну, в том числе, исключат эти проблемы, которые есть сегодня в будущем. Совершенно верно. Именно так. Хорошо. Теперь вопрос финансов. Очень важный вопрос, да? То есть, если мы говорим о безопасности, естественно, с оговоркой того, что сама организация, сама компания не приступает к закону, то, следовательно, им есть, в том числе, благодаря палате, куда обращаться за поддержкой и помощью. А вот с точки зрения поддержки в условиях изменения именно финансовой, вот опять, на что может рассчитывать бизнес сейчас? Ну, смотрите, финансы, это один из фундаментальных вопросов, которые отрабатываются в палате, которые вообще мы понимаем, что это очень актуально для бизнеса. То есть, вопрос стоимости денег, вопросы кредитов, вопрос долгосрочного финансирования, и для нас это очень и очень актуальная проблема. И здесь мы подходим в каком плане? Что понятно, что есть институты развития, например, там, как ДОМУ. Да, в рамках ДОМУ мы сейчас вот с палаты очень плотно отрабатываем разные инструменты финансирования, да? И мы сейчас что видим? Мы видим следующее, что фокус ДОМУ пошел на малый микробизнес. И больше половины гарантий, например, больше 80% гарантий с чеком до 5-20 миллионов тенге, а раньше чек был совершенно другой. Это в основном вопросы, связанные с микрокредитованием, с кредитованием малого бизнеса. Я считаю, что это очень важно, потому что это массово. Там же мы рассматриваем программы вместе с акиматами, потому что каждый акимат тоже выделяет, да? Есть под 5% программа для моногородов, для малых городов. Это, я считаю, что очень важная программа. Мы сейчас ее усиляем в палате, да, там, с региональными палатами отрабатываем, чтобы в каждом районе были буквально там приоритетные, несколько приоритетных таких типовых программ, под которых есть финансирование, комплекс мер. Есть финансирование, есть обучение, есть как сбывать, есть как сопровождать. Понимаете, это очень важно, там, условно говоря, да, в Мангистауской области, там, бизнес-модель, там, верблюдов, да, там, выращивают, да, там. Ну, это действительно, ну, там, так сказать, как бизнес-модель, да, там, не знаю, условно говоря, там, на одну семью, там, 20-50, это я как кейс говорю, да, там. И вот под него, еще раз подчеркиваю, это конкретно бизнес-план, бизнес-проект типовой, и он с минимальными рисками. И вот так вот мы хотим по каждому региону, чтобы это было, и самое главное, чтобы было, в первую очередь, финансирование. Вот, безусловно, вопросы для крупного бизнеса. Вот буквально вчера был Высший совет по реформам при главе государства, и рассматривалась концепция финансового сектора, да, и там один из главных вопросов, это был поднят вопрос долгосрочного финансирования, в рамках инструментов долгосрочного финансирования, потому что, ну, реализовать новую экономическую политику, реализовать диверсификацию экономики без долгосрочного фондирования невозможно. Соответственно, экономика простых вещей, например, да, это то, что одна из таких эффективных программ, она уже завершалась, и здесь вот мы все в один голос говорим о том, что это важная программа, ее нужно продолжить. Сейчас дали срок для продолжения, и мы параллельно должны все-таки выработать вот эти вот дополнительные инструменты долгосрочного финансирования. Поэтому по финансам для нас это один из важных моментов, и у нас тут диалог с правительством идет очень-очень конструктивно. Ну, в целом, вот через региональное представительство НПП, получается, я как бизнесмен, начинающий бизнесмен, могу получить не только возможность кредитоваться, но и некую поддержку в плане обучения, в плане юридического сопровождения, может быть, бухгалтерского или я. Да, совершенно верно, но мы не хотим в конкурентную среду залазить. Почему? Потому что все-таки в каждом, в основном в больших городах, это есть консалтинг, это есть, значит, те компании, которые эти услуги продают, оказывают. И нам важно и эти компании поддерживать, потому что чем больше качественных услуг, да, тем лучше для всего бизнеса. Это тоже казахстанский бизнесмен. И это тоже малый, средний, в том числе и крупный бизнес. Поэтому, если есть услуги бухгалтера, да, там, ну, мы не можем эти услуги бухгалтера, как говорится, в конкурентную среду заходить. Поэтому, но в районных центрах, где этого нет, безусловно, наши центры поддержки бизнеса, они работают, они сопровождают. Мы эту работу качественно хотим улучшать, да, там, и через цифру, и через сайты, и через обучение, там, и так далее. Поэтому в данном случае эта работа ведется именно в регионах. Национальная палата предпринимателей, это некий, как мне кажется, оплот взаимодействия между государством и бизнесом. И в этом смысле, завершая, да, сегодняшний наш выпуск программы, все-таки, может быть, есть какие-то пожелания или предложения к бизнесу, или все-таки к государственным органам. С учетом того, что, ну, из того, что вы говорите, из того, что я вижу, у меня очень довольно большое количество людей, друзей, бизнесменов, которых я слышу. Да, конечно, это Нур-Султан, это Алма-Ата, но, тем не менее, да, это большие два мегаполиса. И по их рассказам я знаю, что сейчас выравнивается ситуация, ну, как минимум диалога, да, то есть, когда можно решить какой-то вопрос. Ведь бывали ситуации, когда, в принципе, их нельзя было решить в правовом поле. Так вот, что бы вы, ну, что ли, посоветовали бизнесу в части усиления работы, опять же, повторюсь, условия? Да, у меня конкретно есть месседж бизнесу. Говорю, давайте мы действительно, вот, ну, у каждого есть свой вид деятельности, да, там, я кафешка какая-нибудь, да, или я цех по производству, вот, пошива. И здесь ключевой вопрос, давайте объединяться в рамках палаты, давайте объединяться, в первую очередь, в рамках своих отраслевых ассоциаций. Давайте вот эту вот экспертизу, мы же изнутри знаем, вот, с какими проблемами сталкивается, там, СТОшка, с какими проблемами сталкивается, там, легкая промышленность, понимаете? И все в наших руках, и вот очень важно, чтобы мы действительно объединялись, мы объединяли экспертизу, да, мы объединяли те предложения, потому что одна голова, две голова, хорошо, но когда их несколько, и они, мы сразу видим, что, да, вот, там, 10 ассоциаций или, там, 10 компаний, они дали одни, вот, вот тренд пошел, да, там, вот эти вот проблемы, они ключевые. Еще раз подчеркиваю, у нас есть хорошие площадки, РЧЛ, да, там, то, что с чистого листа, Адам, барьеры, там, и это конкретно, вот, там, что тебе мешает, мы это действительно можем, этот вопрос снять, работают юристы, работают конкретные площадки с правительством, понимаете, вот, поэтому, вот, месседж к бизнесу, давайте вокруг, в первую очередь, своих ассоциаций объединяться, палата будет более плотной, и она работает более плотно с ассоциациями, И мы вот эту трансформацию и улучшение этой работы делаем, чтобы с этим предложением уже прийти в госорганы, и нам, тут месседж к госоргану, конечно, нам бы хотелось бы, безусловно, да, чтобы все-таки вот те предложения, которые мы даем, мы все-таки более активно и более динамично рассматривали, и вот это, наверное, такое, два самых главных месседжа. Тем более, что для микро- и малого бизнеса в палате теперь членство без взносов. Совершенно верно. Спасибо большое вам, что нашли время прийти поговорить, конечно, злободневная тема, и каждый из нас может считаться предпринимателем, потому что мы предпринимаем какие-то действия, это непростое время для того, чтобы найти деньги на хлеб насущный, да, но в то же время, если здесь есть какие-то вспомогательные вещи, почему ими не воспользоваться? Спасибо вам за этот диалог. Это была программа интервью, меня зовут Тимур Сержанов, до новых встреч в эфире.